ДИЖИ СЕВЕР ПРЕСЕНТ ЭЛЕКТРОШОК ОН МАКСИМУМ Здравствуйте! Воскресный вечер вы проводите в компании Радио Максимум. Сообщую то, что в столице перевалило за 9 вечера. И еще то, что еженедельно в это время в эфирные студии появляюсь я, Руслан Север. В общем, добро пожаловать на Электрошок-шоу. Впереди 2 часа лучшей современной танцевальной музыки. Гость программы потрясающий музыкант из Лондона Ворф Спрун. Ровно через 60 минут он представит свой микс и ответит на некоторые мои вопросы. Естественно, в эфире нашей радиостанции. А начиная традиционно с легких хаос-ритмов популярной коммерческой музыки, которая вышла на этой неделе как в Америке, так и в Европе. Отмечу, первая работа однозначно обречена стать хитом, а проекта Сейса. Называется она Like This Like. Вокальная партия от Шарен Филлипс. Это Электрошок. Чесевер. Рок-он. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Электрошок Доль на максимум Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Лучшая танцевальная музыка, появившаяся за неделю, звучит каждое воскресенье на частоте радио Максимум в Электрошоке. Ее кручу для вас, я, диджей Север. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 таланту и работоспособности этого британца, новый ремейк из его студии вышел в минувший четверг смесь электро и диско вот что представляет из себя трек Алатроника Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 боевики танцплощадок на очереди. Я вчера очень обрадовался тому, что нашел новый релиз канадского лейбла Turbo. Владельцем этой звукозаписывающей компании является очень популярный в Северной Америке, да и вообще во всем мире, продюсер Тига. Зачастую пластинки, помеченные логотипом этой компании, очень хороши. И на этот раз Тига доказал то, что он не только хороший музыкант, интересный самобытный диск Джокей, но и великолепный продюсер. Не буду больше вас отвлекать, наслаждайтесь отличным саундом от Колумба и Коуфоник. С вами Север. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 You're listening to Electroshock FM А.Кулакова 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 Гэбрилл Эндрезден. Не пропустите это событие. Лейбл Global Underground пригласил известный британский дуэт Гэбрилл Эндрезден к участию в их знаменитой серии. Лео Пискин и Мэтью Бенджамин давно не выпускали серьезных диджейских работ, хотя много и часто гастролируют дуэтом от лондонского клуба The End до японского The Womb и находятся на виду вот уже больше десятка лет. И то, что выбор боссов Global Underground полно британцев, неудивительно, хотя и немного неожиданно. Как обычно, в выходу очередного номерного диска предшествует шумная вечеринка под логотипом Global Underground, после чего в студии, уже основываясь на воспоминаниях от Пати, создается конечный продукт. В этот раз Лео Бушвак отправились в Южную Америку и выступили в бразильском Рио-де-Жанейро, что и привело к такому названию диска Рио. Впервые Лео и Мэтью, по их собственному признанию, решили преподать уроки истории электронной музыки и замешали в своем сете классические треки техно и ситхауса, которые в итоге появились на первом диске и их логическое продолжение в ритмах сегодняшнего дня, как бы пройдя путь эволюции в музыке. Современное звучание было оставлено для второго диска. На Global Underground говорят, что подобное разграничение было применимо на их памяти впервые, и тем интереснее им показалась подобная работа. Главный двигатель технического прогресса в современной электронной музыке канадец Ричи Хоттин переиздает еще одну классическую работу образец саунд-дизайна, детище Хоттина, лейбл Майнос, уже давно не выдает интересные работы, которыми он был славен в конце 90-х, в начале нулевых. Поэтому самыми интересными релизами Ричарда на данный момент стоит признать различные переиздания. Относительно недавно отгремел выход на другом его лейбле, Plus 8 двойника избранных и неизданных треков шикарного, но уже не существующего минимал-техно лейбла «Кабинет». И теперь вот канадец вспомнил про свой концепт. В 1996 году эта серия пластинок наделала шуму среди поклонников минимал-техно. Дело даже не в самой минималистичности музыки, которая повергла в шок даже самых заядлых поклонников такого саунда, но и во всем остальном Ричард оказался строг в течение всего 1996 года, ровно один раз в месяц выходила пластинка с двумя треками-тиражом ровно 2000 экземпляров. Соответственно, за год набралось 24 трека на 12 пластинках. Итогом стал бокс, винил и компакт-диск, который стал стартовым для нового на тот момент детища Ричи Хоутина, лейбла «Майнос». Тогда же на этом лейбле вышел альбом ремиксов Томаса Брикмана, который в волю поэкспериментировал с оригиналами «Концепт-1» на разных скоростях и плоскостях, добился какого-то невиданного доселе звучания. Впрочем, это уже совсем другая история, наша про то, что в настоящий момент усилиями владельца лейбла «Скейп» Штефана Бетке «Концепт-1» полностью ремонтирован и готов к выходу, который намечен на 1 октября. Это будет двойник, включающий в себя на одном диске работы самого Хоутина, а на другом – Томаса Брикмана. Стоит, наверное, упомянуть, что переиздание стоит приобрести и тем, кто хочет послушать настоящий минимализм, таким, какой он должен быть. А это все новости в «Электрошоке». На сегодня я перехожу вновь к музыке. «Музик лайкал таймс» В этом разделе я кручу хиты дней минувших, так сказать, нетленные танцевальные произведения. Знаете, сегодня мой выбор пал на работу, которая отшумела 4 года назад. Это просто взрывной трек. Не знаю, почему вытащил именно эту пластинку, но я думаю, вы с удовольствием ее прослушаете и вспомните те времена, с которыми как бы ассоциируется данное произведение. Итак, с Оливкейта, Мадан, на максимум, с вами Диджей Север. Диджей Север. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok В эфире Радио Максимум звучит микс, записанный специально для программы Электрошок молодым английским музыкантом из Лондона. Это Warsprone. Он уже понаделал шумихи в музыкальных кругах, а на его, можно сказать, фирменный трек What The Weight с радостью записал потрясающий ремикс Дэйв Спун, что, мне кажется, говорит о многом. Warsprone через 10 минут напрямую из Лондона по телефонной связи отвечает на мои вопросы. Еще раз доброго вечера, это Электрошок и с вами Диджой Север. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 музыку, которая пришла из 80-х. А также меня впечатляет фанк. Да, я понимаю. Скажи, а с чего все начиналось? Можешь раскрыть секрет своего успеха? Честно говоря, я начинал, когда был совсем юнцом. Играл в самых разных бандах, играл на гитаре, и меня стала интересовать электротанцевальная музыка. Тогда я был очень молод, 15-летним подростком. Я начал разбираться с синтезаторами, записывал транс, но это было все несерьезно. Потом я обратил внимание на хаус-музыку и стал работать в этом направлении. Вот так я стал хаус-продюсером. После того, как выпустил World of Weight, я подписал контракт с лейблом Break House. Они записали множество ремиксов на мой трек. В общем, это хорошая, счастливая история моего становления. Я давно хотел тебя пригласить в программу, но после того, как я услышал трек World of Weight, я решил больше не тянуть. Эта работа действительно великолепно работает на танцполе. Она просто шикарная. У тебя есть и другие треки. Какая работа является самой любимой? Да, я с тобой соглашусь. Это один из самых моих успешных треков. У меня есть еще в запасе работы, которые также хороши, и скоро они будут выпущены. Знаешь, этот трек мне понравился с того момента, как я начал работать над ним. Он нравится мне и сейчас, и уверен, будет нравиться мне всегда. Популярность ко мне пришла именно с этой работы. А какие синтезаторы или какое программное обеспечение ты используешь на студии, если, конечно, это не секрет? Я использую очень много разных устройств. У меня очень много железа, имея в виду синтезаторы. Студия также оснащена двумя Macintosh'ами на процессорах G5. У меня хорошие мониторы. Могу сказать, что пользуюсь Native Instruments, но больше всего я люблю старые синтезаторы. Я их просто обожаю. Также я использую Logic Pro, No Ender. Можно назвать меня студийным ботаником. А ты являешься резидентом какого-либо клуба? Нет, в настоящий момент я нигде не играю, постоянно. Однако есть предложение выступать в клубе The Cross раз в неделю. Меня это предложение заинтересовало, и думаю, что через месяц я приступлю к резидентству на вечеринках под названием Maximum Underground. В общем, там я буду резидентом и уверен, что вечеринки будут отличными. А какие клубы ты рекомендовал бы посетить в Лондоне? В России, ну слуху, такие бренды, как Ministry of Sound и Fabric. Но есть и другие клубы. Что ты скажешь? Может быть, есть что-то получше? Да, точно. Конечно же, Fabric. Он очень популярен, так же, как Ministry of Sound. У этих клубов были и хорошие времена, и плохие. Но сейчас я уверена, что у них все хорошо. Есть очень хорошее андеграунд-местечко Shortage. Это в Восточном Лондоне. Там расположены маленькие клубы, в которых играют техно-хаус. Это настоящий андеграунд, который невозможно сравнить с вечеринками в больших клубах и на стадионах. Будешь в Лондоне, обязательно загляни туда. Да, конечно. Скажи, а тебя что-нибудь еще интересует? Возможно, политика или спорт? Может быть, ты интересуешься новостями международными? Возможно, ты занимаешься спортом. В общем, у тебя есть какое-либо хобби? Нет, на самом деле я интересовался только музыкой. Это моя страсть. Да, конечно, я занимаюсь спортом, играю в футбол. Пытаюсь следить за политикой, потому что это касается каждого. Но не могу сказать, что являюсь любителем политических явлений. Мне просто интересно знать, что происходит в мире. Некоторое время назад сборная России играла в Лондоне с Англией. И мы, к сожалению, проиграли. Будет ответная игра в Москве. Как ты думаешь, у российской команды есть шансы? Да, я смотрел этот матч. Отличная была игра. На мой взгляд, у российской команды очень хорошие нападающие. Но у вашей команды не получается довести дело до конца. Мне показалось, у них хорошая техника. Думаю, в ответном матче английской сборной придется сложным. Однако я надеюсь, что мы выиграем. Хотя, несомненно, у России есть шансы. Ну что ж, спасибо и на этом. Скажи, а какие у тебя творческие планы? Сейчас я планирую выпустить второй релиз. У меня еще очень много готовых проектов, ранее не издававшихся. Так что я буду выпускать много музыки и работать резидентом в клубе. Все хорошо. Я действительно счастлив. Все очень круто. Спасибо. Это был Warsprone. Специальный гость Электрошока на Радио Максимум. А на этом музыкально-танцевальный вечер. На нашей радиостанции не закончен. У меня еще впереди две рубрики. Новое российское произведение и трек недели вас ожидает. В компании ДиДжей Севера плейлисты программы на официальном сайте radioshow3w.electroshockfm.ru ДиДжей Севера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Финишная прямая электрошока состоит из двух рубрик, а именно Трек о неделе «Намба-кулакова» Сегодня представлю потрясающую работу, кстати она звучала в электрошоке, признаюсь, но лучше ее на этой неделе не было. А также, естественно, естественно, нового российского произведения, очередная премьера в Made in Russia, сегодня мой выбор пал на ремикс, песня, которая ранее звучала уже в электрошоке, это трек от The Prince DJ's I Can Fly в новом ремиксе, который так и называется I Can Fly Mix. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА